Итак, друзья, 9 часов по московскому времени наступает. Я прошу уважаемых наших докладчиков Ильё Александровича и Василия Ивановича выйти в эфир. У нас по расписанию первый круглый стол. Хочу напомнить, что со времён короля Артура, это его была такая идея, круглый стол. Все, кто сидит за круглом столе, имеют одинаковое право голоса. Здесь нет необходимости кому-то что-то указывать, кому-то что-то требовать. Это совещание, это мероприятие, где беседуют о том, что волнует, и никто никому не должен ничего указывать и так далее, и тому подобное. Но, тем не менее, я бы попросил всех участников не сильно растекаться мыслью по древу и соблюдать некий регламент на ответы, но не более пяти минут, чтобы не превращать в лекцию. Нам сообщает Ерик Саотла, что сегодня он готов. Ерик Саотла из Казахстана будет готов. Хорошо, 20-го числа мы соберёмся и, наверное, проведём такой же круглый стол международного такого формата, 20-го, 15-го, я бы смогу отвечать. Извините, вот так, мы начали. Всем прошу ознакомиться с нашей технологией. Вы выбираете сами справа кого хотите видеть. Сами размещаете себя правильно. Илья Александрович, ваша голова чуть-чуть обрезана умная. Опустите камеру чуть-чуть пониже. Точнее, да, вот ещё чуть-чуть вверх. Вот, вот идеально. Верите по центру. Камеру чуть-чуть, вы не в центре, а центрируйте. Ну что, друзья, я бы хотел назвать нашего первого докладчика. Я бы назвал его докладом на пленарной сессии, где один час в знак уважения заслуг Васильева. Я бы назвал его лауреатом семьи и правительства Российской Федерации с переобразованием. И вот он сейчас сидит, смотрит своими добрыми глазами, прям нам в глаза. Здравствуйте. У кого-то микрофон параллельно включен в Фейсбуке. У кого-то в Фейсбуке идёт звук. Так. Ильяна, слышно? Я слышу. Хорошо. Так вот, Василий Иванович, вот все мы просмотрели ваш подробнейший анализ того, что было сделано в новейшей истории Российской Федерации с точки зрения развития дистанционного обучения. Очень правильно то, что вы начали с истоков, начиная ещё со Сталина, после революции, факт создания и официального использования заочной формы обучения, применения. Ещё причём при ВЛКСМ. Это было интересно. И этот опыт был хорошо представлен в вашем докладе. И заочная превратилась вот это именно в дистанционное. И так хорошо оно развивалось, что аж королева Великобритании захотела тоже у себя сделать нечто подобное. И теперь применяют у себя в открытом университете Великобритании. Василий Иванович, вы видели очень много министров, работали с правительством, готовили серьёзные документы, стратегические документы. Вы знаете, всё как было. Вы хорошо видите, что происходит сейчас. Вопрос. Что, на ваш взгляд, ждёт дистанционное электронное обучение России и мира, наверное, тоже в целом, в ближайшие 10 лет? Что нам ждать? Мы, члены профсообщества, видим, что происходит. Появляются новые какие-то решительные действия, в том числе и со стороны правительства, чиновников. И это не всегда соответствует нашим пониманиям того, как должно быть. И соответствует в какой-то степени мировой практике, той же США и Китая, там другая практика применения онлайн-обучения, или Израиля, о чём, возможно, поведает Илья Александрович. Что нас ждёт? Расскажите ваше видение, ваше ощущение будущего электронного дистанционного обучения. Спасибо. Уважаемые коллеги, я очень рад принять участие в такой серьёзной мероприятии. То, что я предпримал попытку такого некого исторического среза, у меня в голове-то была одна цель и идея – показать не только исторический срез нашей проблемы, но и показать, что мы с момента основания нашего российского государства, новой эпохи, идём по пути огустроствления, централизации, административного контроля и надзора. И вот то, что я приводил, в частности, и Центральный институт заочного обучения ЦК ВЛКСМ, и ФЦДО – Федеральный центр дистанционного образования, Российский университет дистанционного образования, РГУ, как проект, которым я занимался и согласовал проект постановления правительства Российской Федерации, это Российский государственный открытый университет, ну а сейчас это, наверное, университет НТИ 2035, куда загоняет то ли 9, то ли 15 уже миллиардов народных рублей. Вот это продолжается с 1927 года, ну почти 100 лет, и пока я не вижу никаких особых, не то что перспектив, а вот ухода от этой модели жесткого централизованного управления. Меня вчера, ну не то что потрясла, но я трижды, наверное, четырежды перечитывал статью Владислава Суркова, он опубликовал вчера, 11 февраля, эту статью в газете, независимой газете, вот, с таким названием «Долгое государство Путина» о том, что здесь вообще происходит. Вот, это статья, как идеолога нынешнего, о многом говорит, я вот даже, так сказать, здесь одну такую сделал выписку, именно такая органически сложившаяся модель политического устройства явится эффективным средством выживания и возвышения российской нации на ближайшие не только годы, но и десятилетия, а скорее всего и на весь предстоящий век. Вот, ну это как бы только такой срез небольшой, но для меня, как философа, ну скорее всего политолога, вот такие идеологические константы, вот, меня, конечно, они несколько пугают. И вот, когда я готовил доклад, по вашей просьбе коллеги просили, действительно, та молодая боросль, которая идет сейчас в эту сферу, она не представляет и не изучала того, что было у нас на протяжении 100 лет. Останется ли эта модель вот такого огурстосления, централизации? Я так думаю, что да, в течение 15, может быть, лет 10-15 лет эта модель останется. И поэтому, когда мне спрашивают, и вы, в частности, какое ждет нас будущее российского дистанционного обучения на основе той ретроспективы, которая была дана, у меня пока не особо имеет место такие вот позитивные звучания. Я сделал исторический разрез, но вместе с тем, конечно, хотелось бы, и мы, наверное, с Сергеем Александровичем затронем этот вопрос. Зачем мы учим? Кого учим? Кто учит? Как учит? В том числе дистанционными технологиями. Это более серьезный и более значимый анализ, поскольку, когда мы говорим о дистанционном обучении, кто-то говорит и о дистанционном образовании. Но если взять вот эту последнюю трактовку образования, то дистанционное прилагательное, а образование – это существительное. Надо еще посмотреть, то ли мы преподаем, и если мы не то преподаем, то какой смысл его транслировать на какие-то расстояния? Кому оно нужно, так сказать, вот такое, если оно не соответствует всем тем реалиям, которые есть? Ну вот так, в порядке затравочки. Хорошо, Василий Иванович, следующее уточнение. Вы говорите, нас ждет о государствлении. Если вспомнить историю нашего государства, в частности, именно СССР, мы хорошо помним, что период НЭПа, свободной экономической политики, рыночной, способствовал восстановлению экономики, росту экономики. И когда центральная власть, партия почувствовали, что это надо использовать в политических целях, они этот рынок уничтожили и ввели жесткий государственный контроль над экономикой, над всем. В результате появилась всем известная стагнация, и никакого развития не было. Не кажется ли Вам, что есть риск повторить историю, отказ от рыночных механизмов, от академических свобод, от поиска лучших решений в борьбе, в состязательности, а именно вот это вот четкое государственное планирование, вот Вы будете ведущими вузами. Вот Ваш там, неизвестно, доцент или старший преподаватель будет учить, вдруг с того, ни с того, ни с сего, будет учить всю страну. Не кажется ли Вам, что мы повторяем эти же грабли, отказываясь от свободы в сфере образования, в частности онлайн, электронного обучения? Мы задушим настоящее развитие, пойдем вспять, будем использовать худшие модели управления и, соответственно, получение низких результатов в обучении, в образовании. Ну, Вы, вот здесь интересный момент обозначили. Ну, а сколько у нас таких периодов, в кавычках, НЭПа мы имели в истории России? Ну, Столыпинская реформа был небольшой период. После Красногвардейской атаки на капитал и военного коммунизма был НЭП очень непродолжительный. Потом можно вспомнить реформы Косыгина. Подход Примакова, одно из таких вот периодов, когда все развивалось и был минимальный административный диктат со стороны органов федеральной власти. Но здесь ведь вопрос несколько... Да, а сейчас, ну, можно как угодно говорить, есть у нас, скажем, диктат или нет, но данные свидетельствуют о том, что 80% доли валового национального продукта – это госкорпорации, 80%, 20%, ну, 21% – это средний, малый бизнес. И у нас получилась ситуация, а это все, мы к дистанционному вернемся, ну, так, как бы исходные позиции. У нас получилась ситуация, когда наша рыночная, так называемая, я говорю, экономика – это приватизация общегосударственной собственности, она привела к тому, что так или иначе, безусловно, действуют рыночные механизмы, да, вот, в нашем обществе, в нашей экономике. А вот если посмотреть, что творится с системой образования, то она как была от сталинских там, условно, 38-го года, так и она осталась. Если раньше был госплан, и были пятилетки, и был план, синхронизированный с этими пятилетками, план подготовки специалистов, то сейчас этих планов нету. И система управления в образовании, ну, профессионального образования, она осталась прежней, монопольной, государственной, и фактически, что ни возьми, то от чиновича такое влияние, контроль надзор и так далее. То есть, одна сфера развивается, ну, скажем, там, с условностью, там, в рамках рыночных каких-то закономерностей, там, законов особых нет, но закономерностей. А вот система образования нет. Меня в большей степени еще порой, так сказать, удивляет и система назначения ректоров. Я не буду называть фамилии, не буду называть и вузы наши великие, но ведь за последние, может быть, 7-8 лет, я смотрю, если не большинство, то значительная часть ректоров – это бывшие депутаты, чиновники, вот, с того же Минобра, с того же Рособорнадзора. Вы знаете, вот эти моменты, когда идет утверждение этих ректоров, или специально идет какая-то тактика, она говорит о том, что, если взять вузовский коллектив, да, вуз, вот, некую организацию, то присылают варягов. Какая здесь, может быть, академическая свобода? Эти варяги, то он был в комсомоле, потом в партии, потом в администрации, потом депутат, потом сенатор, потом министр, потом дипломат, опять где-то там в районе Центральной избирательной комиссии. То есть здесь вопрос в том, что вот сама вузовская среда, она не выращивает тех руководителей, которые могли бы действовать. Ну и действовать-то, по сути дела, не очень, так сказать, возможно. Вот я в последних слайдах своего доклада обрисовал ситуацию, ну а какая она ведь всем понятна, то, что мы с момента набора по приказу действуем, по приказу действуем, как организовать нам процесс обучения, если взять в ГОС, то там жесткая формализация и штатности, и остепененности, вот, скопус, там, участие в НИРах, там, участие в конференциях, что само по себе неплохо, собственно говоря, но ведь это может быть воспринято как средство воздействия на тот или иной вуз, что мы в последнее время и видим. Если вот опять же вернуться к вашему вопросу, да, развиваемся по спирали, но сейчас вот мы на той стадии вот этой кривой, когда, на мой взгляд, идет, ну, очередное ужесточение, очередная система административного влияния каждого движения, тела движения, ну и, честно говоря, идет авторкия нашего образования, когда, вот, вопрос о глобализации, который, может быть, мы и поднимем вместе с Ильей Александровичем, вот, это как бы воспринимается уже с усмешкой, но, однако, это не так все просто. Вот здесь коллега из Узбекистана, в Луббек, да, я часто бывал в Ташкенте, вот, и посольство, мне давало возможности с вузами, с ректорами встретиться, посмотреть, как и что, но ведь когда вы дали возможность ДЭО построить у вас автомобильный завод, вот, то ведь одно из требований представителей ДЭО было то, что ни один выпускник российских, советских вузов в области, скажем так, автомобилестроения не должен работать на этих заводах, они сами подготовят тех специалистов по тем требованиям, которые есть. Вот, что это такое? Это, по большому счету, глобализация экономики, транснациональное производство. Если оно размещено и в Корее, и в Ташкенте, ну, в Узбекистане, да, то предъявляются такие же одинаковые квалификационные требования к качеству рабочей силы. А если качество рабочей силы, то качество высшего профессионального образования. Или вот завод Шкода в Чехии, ведь он не очень, так сказать, развивался, пока Volkswagen не купил контрольный пакет. Как только это произошло, но полгода рабочих из Мюнхена возили в Чехию, поскольку качество рабочей силы рабочих чешских, да, не соответствовало критериям, требованиям концерна Volkswagen. То есть это говорит о том, что транснациональное производство, оно перемещается в рамках транснационального образования, где идут, ну, собственно говоря, индиферентные критерии качества образования, качества высшего профессионального образования. Вот от этого никуда не денешься. А мы, так сказать, в рамках определенной авторкии. Ну, я вот коллегам рассказывал, ну, был в Берлинском техническом университете. Там есть университет электротехники и информатики, есть специальность электроэнергетика. Ну, что меня интересовало? Вы знаете, вот выйдите на сайт Берлинского технического университета. Вот, вы увидите там и учебный план, и по каждой дисциплине есть свои модули, есть, значит, что входит в каждый модуль. Все это открытая информация. Так вы, если кто в этой сфере действует, работает, преподает, вы сравните то, что мы преподаем. И если окажется, что порядка 40% того, что изучает там, у нас не изучает, то возникает вопрос. Там одна электроэнергетика, в том числе Сименс и в том числе электрогенераторы, а у нас другая электроэнергетика. Откуда это идет? Вот так, если это идет от тех учебных планов, которые до сих пор у нас, от того профессорского преподавательского состава, который может читать одно, но не понимает совсем другого. Здесь масса таких моментов. Спасибо. Я бы хотел сейчас попросить ответить уважаемого Улукбека. Улукбека, если можно включить и камеру, Улукбек является начальником отдела электронного обучения, центра внедрения электронного обучения, высшем и среднеспециальном образовании, министерство. Так, у него тут, оказывается, 4 министерства. Вот я только не записал, какого именно. Узбекистана. У них есть дошкольная, школьная, среднеспециальная и выше. Это мы познакомились буквально сейчас. Скажите, пожалуйста, Улукбек, если вы нас слышите. Да, Василий Иванович и Юрий Николаевич, я слушаю. Василий Иванович, вы, по-моему, уже долгое время не были в Узбекистане. Когда GM, корейский ДЭО, приходил, правильно, уточнили, они, система образования в Узбекистане не были знакомы, в первую очередь. К востребовании кадров, какие навыки нужны. У них не было, как вы правильно утверждаете, у нас система образования. У кого-то шум, я сейчас, наверное, у Игоря Морьева. У кого-то микрофон, осталось у Василия Ивановича. Да, у Василия Ивановича что-то было слышно. Продолжайте, пожалуйста, Улукбек. Да, Юрий Николаевич. Ну, как сказать, сейчас система образования, востребованность кадров намного как-то изменилась. Мы более углюбленно изучали все предметы. Вот, например, корейцы в Узбекистане приехали, они показали самый легкий метод. Как можно управлять производством, как можно управлять предприятием. Мы думали, это все как трудновато. Вот, например, возьмем дистанционное образование. До сих пор у нас нету, все думают, это очень трудный метод образования, который невозможность до сих пор осуществить. Но центра сейчас я как занимаюсь, это более пяти лет с дистанционным образованием, и такую методику мы изучили, что можем осуществлять, вот, например, за неделю мы можем создать хороший курс. Вот, например, мы сейчас российские смарт-технологии компании имеем совместный контракт внедрения смарт-технологии в высшем образовании. Мы преподавателям самым легким методом показываем, как можно внедрить электронное образование, смарт-технологии для образования. Такой вопрос, Василий Иванович. Вот, недавно я прочитал публикацию высшего образования Российской Федерации, все дистанционные образования не могли получить аккредитацию государства. Вот, например, как сказать, у нас тоже сейчас в Узбекистане, мы сейчас внедряем дистанционное образование, специально и заочно, мне очень было интересно ваши лекции. Вот вопрос, в чем проблема для непрохозбуждения аккредитации? Что бы у нас тоже такого проблемы не было. Что мы должны учитывать, что все УЗы, которые будут дистанционно работать, чтобы они были аккредитованы УЗами. Именно для дистанционного? Да, дистанционного. И недавно, в прошлом неделе, я прохожу в публикацию, читал, что российские УЗы дистанционные не прошли никакой аккредитации государства. Василий Иванович. Ну, Узбек, здесь надо посмотреть на наш закон, который был в декабре 2012 года, был принят, закон об образовании в Российской Федерации, где было помечено, что если УЗ осуществляет применение электронного обучения, применение дистанционных образовательных технологий исключительно, то есть в полном объеме, то имеет место или должна иметь место и лицензирование, и аккредитация, на чем настаивают наши чиновники. К счастью, нужно сказать, что до сих пор Рособорнадзор особых критериев вот такого полнообъемного дистанционного обучения не выработал. Я считаю, слава богу, ибо, ибо, если мы стоим на том, что это технологии, то ни в одной стране мира данные технологии не лицензируются и не аккредитовываются, понимаете? Но сегодня у нас электронное обучение, завтра биотехнологии, вот работа техника, еще там искусственный интеллект, и какие-то появляются разные и многообразные технологии, и что? Мы будем ждать от государства, когда оно нас залицензирует, аккредитовывает. Вот вы обратите внимание, не то, что я там хочу рекламировать первую десятку во всех рейтингах университетов, о чем я в своем докладе сказал, но есть у них вот такой диктат или давление государства, когда требуется отлицензировать и аккредитовать применение тех или иных технологий. Этого чиновника, который будет на этом настаивать, но в лучшем случае его психиатричку положат, а в лучшем случае лет пять дадут за вмешательство в образовательную, хозяйственную, производственную деятельность, и на этом все закончится. Они развиваются в рамках тех технологий, в рамках тех образовательных программ, которые дают им возможность позиционироваться на рынке, на мировом рынке. И вот вы у себя в республике ставите вопрос, вы знаете, государство должно контролировать, но это может быть не совсем правильно. Я могу вам привести исторический пример вот из нашей истории, который я не отражал в докладе. Вот идет совет по дистанционному обучению, Минобразование ведет министр Филиппов Владимир Михайлович, к которому я отношусь лично с большим уважением. Он мне в моей жизни много помог, и я часто с ним общался. Но вот он выступает на совете по дистанционному обучению и говорит, а ведь надо в приложении к диплому, вкладыш в приложение к диплому записать, что образовательная программа освоена с применением дистанционных образовательных технологий. Ну, совет, ректора, ну, Владимир Михайлович, как так вот, что мы, каждую технологию будем писать? Нет, это ведь хорошо. Работодатель, когда увидит такую надпись в приложении к диплому, он будет к нему с уважением относиться, и человек освоил с применением дистанционных образовательных технологий, значит, он имеет работать самостоятельно, добывать информацию и так далее. Ему говорят, нельзя этого делать. Нет. Понимаете, вот такое волевое решение, она, это решение действовало, ну, может быть, год всего лишь, потом пришедший ему на смену министр не Тихонов, а уже Форсенко Андрей Александрович, он это дело отменил, и отменил порядка там 20 приказов в распоряжении. Я к чему это говорю? Я говорю, что порою вот вмешательство государства, а конкретно чиновника, в рамках его монопольного значения и в рамках его понимания играет для нашего образования большую роль, нежели все наши вот такие конференции нашего профессионального сообщества. Я всегда говорю, смотрите, почему, какие условия функционирования вузов там, почему эти вузы находятся в первой десятке мирового рейтинга и столько лет, и что само по себе. Вот вам в министерстве бы нужно прежде всего создать центр международного образования и анализировать, что вам ближе, понимаете, может быть, опыт Южной Кореи, может быть, Турции, понимаете, даже Азербайджана, может быть, да, посмотреть, как все это движется. Вот. Казахстана. Ведь вот закон об образовании в Казахстане, могу, ну, это не тайна, это писали английские эксперты. И когда они столкнулись с пониманием того, что чиновники прежде всего требуют лицензирования, аккредитации технологий, то они предложили, для того, чтобы вы развивались, вам нужно просто в преампле этого закона куда разместить все эти технологии, которые имеют место вот в настоящее время, и они записали. Электронное обучение есть, дистанционные технологии есть, онлайн обучение есть, оффлайн обучение есть, но я так по памяти, если взять их закон, где-то порядка 40 форм обучения и технологий, они прописали. Для чего? Для того, чтобы то, что прописано, этим можно пользоваться. Этим можно пользоваться и не бояться. Вот, я категорически противник лицензирования технологий обучения. Категорически противник. Это находится в зоне ответственности вуза, и он должен определять какие технологии конкретно, где и с кем применять. Я как правильно понял, Василий Иванович, значит, мы сейчас приняли нормативный документ внедрения дистанционного обучения. Я как понимаю, сейчас вы намного остановились в дистанционной технологии. Значит, это применять лучше термин дистанционной технологии в образовании? Улыбнение образования. Вот наша беда, и вы тоже с этим связаны, как частичка СССР, она связана с тем, что в 20-х годах у нас законодательно начало фиксироваться статус определенных форм обучения. Очная, заочная, заочная и так далее. Петельная, да. Да, но почему это произошло? Это произошло из-за того, что вочники, они имели освобождение от службы в армии, скажем, да? Да. Заочники имели учебные отпуска и компенсацию за время обучения. вот это законодательное закрепление форм обучения в развитой стране нет. Ну, что такое форма обучения? Это, ну, совокупность средств, методов и технологий обучения. Зачем это фиксировать? Есть критические моменты. Если вы говорите, давайте зафиксируем в нашем законе форму обучения, а это есть форма, дистанционное обучение, это да, но в основном оно применялось тогда, когда не было интернета и доставка материалов получилась физически в виде там учебно-практических комплексов, вот что-то такое, тютерская поддержка на местах. Сейчас электронное обучение. Вот это форма обучения, безусловно, вот если брать в принципе педагогии, виртуальной педагогии, это форма обучения, но нужно ли эту форму законодательной фиксировать? Нет, поскольку в развивающих странах нет законодательного закрепления форм обучения, а если посмотреть, что они собой представляют, они представляют собой смешанную форму. Там и эти, и эти, и те другие элементы, которые ВУЗ применяет в зависимости от контингента, от отрасли знаний, от территории распространения, это БВО власти, никто не имеет права вмешиваться в процесс организации обучения, то есть в процесс применения тех или иных технологий. И вам это не советую, поскольку вы тем самым даете возможность чиновникам контролировать каждую букву их рекомендации, а на местах это снижает инициативу. Бояться, ведь все-таки есть такое чувство и у ректора, и у заведующего кафедра, и у преподавателя, как бы что ни случилось, нужно дать максимальную свободу для развития всех инициатив, которые на местах. Только ВУЗ и только лишь работодатель и там местность, где они работают, предопределяют соотношение применения тех или иных технологий. Не делайте эту ошибку. Спасибо большое. Спасибо за участие, Улыбек. Я хотел у Улыбека тоже один вопрос спросить, но похоже ответ уже получен. там та же самая централизованная государственная политика, регулирование всех отношений в части применения дистанционных образовательных электронных технологий. Верно, Улыбек? Да, точно правильно. Вы так поняли. Спасибо. Ну что ж, значит, это актуальность остается, потому что, как заметил Василий Иванович, есть существительная главная сущность, а есть прилагательная, с помощью чего-то сущность осуществляется. У нас часто обвиняют прилагательная, виноваты дистанционные технологии, а кто выставляет за эту сущность оценку, кто выдает диплом низкого качества, мы почему-то не спрашиваем. И вот у нас присутствует здесь коллега, который несколько лет возглавлял крупнейший в мире российский вуз на то время, который может сказать, было ли качественным то существительное, которому прилагалась технология дистанционного обучения, это Илья Александрович. Куперман, вы с нами? Да, я с вами добрый день еще раз. Добрый день еще раз, Илья Александрович. Я хочу напомнить, кто не в курсе, что вы, а может быть, вы сейчас сами расскажете, расскажите, кем вы были по должности и в каком вузе, который был крупнейшим в мире по охвату, по численности студентов, обучаемых дистанционно? Да, я бы тут немножечко уточнил слово возглавлял, я не возглавлял, я не был ректором, я входил в руководство, я был проректором, я был одним из проректоров. Современная генеральная академия, собственно, это в течение длительного времени был крупнейший из всех российских вузов, собственно, частный вуз, на то время крупнейший вуз в мире. Понятно. Хочу выразить теперь уже почти очно как у нас технология, неважно, восхищение гражданской и профессиональной позиции Василия Ивановича, очень его доклад пришелся как бы по душе и то, что он сейчас говорит, все, в общем, тут действительно он затрагивает основные ключевые вопросы и проблемы, потому что на самом деле остальные в рамках ситуации, которые он абсолютно, на мой взгляд, правильно описывает и очень квалифицирован в очень правильных терминах, остальные темы, которые мы поднимаем в рамках вот именно развития дистанционного обучения в высшем образовании, это, на мой взгляд, это такие как бы, ну, такая маленькая инициатива на местах, ну, вот каждый человек может, в принципе, развлекаться, как он хочет, да, но действительно в такой системе, которая существует и в тех реалиях, в которых мы живем, на глобальное развитие технологий и так далее влияет отнюдь не качество, не научные исследования, не нейрология, о которой я говорил в докладе, да, совершенно другие факторы, о которых, собственно, говорит Василий Иванович. Отвечая на ваш вопрос, смотрите, очень много, если говорить конкретно про современную гуманитарную академию, то было очень много на эту тему спекуляций, пересудов, там, и так далее. Но я вам расскажу следующее. Значит, наше государство в реальности большую часть, практически всю историю современную боролось с частными вузами. И даже когда был режим наибольшего благоприятствования, то тоже существовало как бы две системы, да, и современная гуманитарная необходимость была инициатором, как у кого-то микрофон, мне кажется, это вот у Лукбека надо, вот, да, спасибо большое, была инициатором процессов разных, значит, мы, современная гуманитарная академия инициировала судебный процесс, в результате которого приняли решение о том, что необходимо государственным вузам тоже проходить аккредитацию, окей, значит, всегда государство боролось с частными вузами, как со своими конкурентами, но в течение долгого времени это делалось все-таки в рамках, ну, относительно в рамках существующего законодательства, поэтому современная гуманитарная академия всю историю проверяли по всем статьям, вдоль и поперек, вот я очень хорошо помню, что у нас был кабинет ректора, были кабинеты проекторов, а был кабинет, на котором только таблички не висел, а вообще можно было повесить, прокуратура, потому что проверка генеральной прокуратуры проходила постоянно, нон-стоп, она была просто всегда, и все возможные проверки были всегда, те, ну, как бы сюжеты глупые, которые показывались потом по телевизору в рамках современной академии громили, это как бы естественно можно, поснимав там 500 человек можно найти среди них одного дебила в любом случае везде, да, но проводились, если помните, такие были там и тесты на остаточные знания, там, что только не делали по филиалу, то есть качество обучения было выше, чем то, которое, как бы, ожидалось, должно быть, и сделать, вот в рамках, как бы, закона ничего не могли, это первое. Теперь, смотрите, я, как, собственно, я понимаю, Василий Иванович, я сторонник рыночного подхода, развитию, вообще я, в своей душе, я капиталист, как бы, я считаю, что рынок, это вот, и очень важно, что в рынке регулирует и качество продукта, и кто получает деньги, регулирует потребитель. Теперь, кто у нас является потребителем образования услуг? Есть две, как бы, группы основные, ну, понятно, что это, так сказать, учащиеся наши, которые учатся, там, их родители, но основной потребитель, это работодатели, которые потом их либо берут на работу, либо не берут. И вот я учился в Великобритании. Я долгое время не мог понять, когда учился в университете, как это так, диплом, там, какой-то категории внутри вуза, и почему в разных вузах, там, разная программа, мне как-то, ну, я не понимал, мне как-то государственный диплом. И прошло долгое время, там, наверное, полгода, пока я осознал, что каждый вуз, это, он, как бы, сам по себе. И диплом этого вуза ценен настолько, насколько у него есть академическая свобода. То есть вуз имеет абсолютно академическую свободу. Он может делать все, что угодно, фактически. И потом работодатель решает, а брать ли это у выпускника. И это потрясающее средство регулирования. Теперь, когда, например, в Голландии нам рассказывали на заре, да, развитие, что в Голландии, была система финансирования, когда там условно, да, очень упрощенно, каждому выпускнику школы давался чек, и он эти деньги относил в тот вуз, который хотел. Как бы, деньги давались на обучение, оно оплачено, только не давались человеку. И он рыночным методом выбирал, куда ему идти. И эта система, она очень хорошо регулируемая. Так вот, когда, отвечая на ваш вопрос о качестве, когда работает организация вот такого масштаба, такая огромная, с более тысячей отделений по стране филиалов, с около 200 тысяч обучающихся, то эта организация, кроме того, что нужно, так сказать, отстаивать свою позицию перед государством и своими проверяющими органами, вынуждена именно работать рыночными методами, потому что огромная конкуренция. Например, был УСМСИ, который у нас активно тут тоже звучит. И были филиалы, и того, и другого. Надо было доказать, что надо идти именно сюда. И это УСМСИ частный, очень много недостатков, как бы имиджевых, да, с чем это связано. И полностью все финансируется за свой счет, поэтому цену там ниже Плинтуса совершенно не сделаешь, да. И именно поэтому развивались и наука, так сказать, и исследования, которые очень активно финансировались в огромном масштабе и так далее. Это происходило не только в современном экономике. Я считаю, что не нужно вот привязываться к одной организации. Вообще, конкуренция, она рождает прогресс. И если вот меня, например, мне дать зарплату, не знаю, там, долларов тысяч 30, дать мне машину, должен кабинет красивый, да, и сказать, что работай там лет 20, делай все, что хочешь, да. Вот я абсолютно не уверен, что я буду работать так же активно, как я работаю сейчас. То же самое касается вузов. И пока вот эта ситуация, о которой, собственно, Василий Вас говорил, она не изменится, да, потому что все последние годы задачей руководства вуза является не развитие технологии, является не повышение качества образования, а выживание. И заказные статьи в скопусе, значит, сколько, ну, мы все прекрасно знаем, есть математика, значит, высшая школа экономики платит какую-то зарплату. Стоимость статьи в скопусе такая, умножаем, делим, сколько остается, значит, все из нас слышали эти разговоры, наверное, сотни раз, да. Все это одна большая профанация. Почему это профанация? Потому что это стоит единственная цель, это выжить. И при этом мнение общества и потребителей абсолютно не важно. Ну, вот, собственно, как-то так. Спасибо. Скажите, пожалуйста, Илья Александрович, вы упомянули слово, два слова, хорошо регулируется, упоминая зарубежные вузы. имея в виду, что регулируется самими вузами своей внутренней системы управления, регулирует качество образования. В то же время вы говорите, что необходимо изменять систему качества образования в России, должно что-то произойти. Так что должно произойти? Вот вы тоже, наверное, в курсе, что правительство утвердило приоритетный проект под названием современная цифровая образовательная среда, разработки проекта, которого я тоже принимал участие, удаленно, и Сочи, как и сейчас. В нем есть три направления. Нормативно-правовая база электронного дистанционного обучения, в том числе и в школах. Это второй элемент, это оценка качества обучения, такая масса бюрократических требований, как оценивается. И третий элемент, это технологический некое открытое окно, где можно якобы найти хороший курс, посмотреть его качество, заранее записаться студенту, вот такая вот сложная махина, которая стоит свыше трех миллиардов рублей, из которых один уже потратили. И как вы думаете, вот эти вот административно-командные такие вот государственные системы не развития качества финансирования, как у китайцев, курсов, они тоже выделяют колоссальные средства на электронное обучение, но они финансируют вузы для создания курсов, чтобы преподаватели могли получить компенсацию за свой труд. У нас этого нет, у нас чисто вот эти три бюрократических элемента, которые мы сегодня видим, не работают. Так скажите, пожалуйста, чтобы вот это существительное вместе с нашим прилагательным заработало, что не хватает в России? Вы говорите, средства выделяются. Да, мы видим миллиарды, а вон 20 миллиардов на университет электронный выделяют, научно-техническая платформа, ну, примерно вот такое название, сейчас не помню, но электронный университет без лицензии еще уже 20 миллиардов выделяет правительство. Вот выделяют средства, все хорошо. Так чего же не хватает тогда в России, если государство так вот финансирует, так вот регулирует хорошо, но вот за рубежом, вот видите, регулируется все иначе, в той же Англии или в Израиле. Скажите, что ключевого не хватает нам, чтобы развитие было действительно реальным, а не вот таким, вот так, как мы видим? Может быть, опутано спрашивают? Ну, немножко просто длинно, поэтому сложно удержать в голове все аспекты, чтобы потом... Что не хватает в системе регулирования для развития образования, электронного образования в России? Смотрите, во-первых, хочу чуть-чуть все-таки поправить. Далеко не во всем за рубеже все так, как в Великобритании. Кроме этого, в Великобритании, конечно, существует огромная академическая свобода, но в Великобритании фактически невозможно создать новый УЗ, потому что для создания нового УЗа требуется решение параллельного. Там очень много всяких других есть ограничений, но с другой стороны, уже этих УЗов много, среди них есть конкуренция, там тоже есть свои нюансы. Касательно Израиля, тоже здесь как бы в каждой стране есть свои, но. Прекрасно, раз уж вспоминали историю, да, вот основатель и руководитель современной гуманитарной академии профессора Карпенко, значит, он вот однажды сказал замечательно, мне страшно понравилось, сказал, что давайте сделаем вот государственно финансируем не образование, а ресторан, вот еду, она гораздо важнее, чем обучение, ведь люди голодают, людям нечего есть, а также вот важно, чтобы любая семья могла там в ресторан пойти, например, иногда, ну хотя бы раз в неделю. Давайте сделаем финансирование не УЗов, а ресторанов. Это было, когда были вот частные УЗы и государственные, которые были разные, финансированные, так как вот начиналась эта система. Давайте представим себе, насколько же какую-то ситуацию, вот все рестораны получают деньги от государства и платить за них не надо. Вы пришли в ресторан, вы сгодали еду, потом вы встали, вы пожали руку официанту, сказали большое спасибо, было вкусно там или что-то и ушли. Вот давайте на секундочку представим, какого качества еда у нас будет. Как бы, и что у нас будет с ресторанами и так далее. Его же государство, за него же государство заплатило, ресторану государство уже я понял, заплатило? Ресторану государство заплатило, конкуренции не будет. Государство платит ресторану деньги, жмару кормил людей, как бы мнение людей, человек голосует рублем в рыночной экономике, когда человек не голосует рублем, а государство на это дает деньги, то это инициатива сверху, как бы, да, у нас Советский Союз так проиграл, да, там соревнования в технологическом развитии. Значит, как у нас происходит? Значит, сначала мы, ну, мы условно, в нашем государстве выживает, отбирает инициативу, мягко говоря, выживает бизнес, человек уезжает вместе с этим бизнесом за рубеж, а потом мы делаем свой Телеграм, свой ВКонтакте, свой Гугл, там свой интернет, и много-много-много-много-много-много было на эту тему выступления докладов умных людей по всему миру, почему в России идеи рождаются, а воплощение вне России. То есть, вы хотите сказать, что вот эти миллиарды, которые государство целенаправленно без конкурса выделяет на вот этот университет, единый казенный университет, будем так говорить, вне рыночной, он даст нам вот это вот качество того ресторана, о котором говорил Карпенко, верно? Не просто, потому что Карпенко говорил о том, что будет много-много-много ресторанов, которые получают деньги от государства. Представьте себе такую ситуацию. Мы с вами фермеры, мы живем все в какой-нибудь области небольшой, вот вы фермер, я фермер, у нас одинаковые участки земли, ну, условно, да, вот у Василия Ивановича есть участок земли, он наш третий сосед, у нас вообще 10 человек, да, и мы вот вложили, мы все такие единомышленники, мы каждый в своем городе продали квартиру, все свое имущество и вложились в наши фермы, купили коров, привезли семьи, мы работаем каждый день, там, да, накапливаем капитал, развиваем средства производства. Представьте себе, что местная администрация скажет, хочу поддержать я развитие сельского хозяйства в нашем регионе, вот, надо поддержать, как-то вот такие успехи делают, так здорово развиваются, вот, выделю-ка я помощь, миллиард рублей, лучше два, да, и решить, даже по конкурсу, не надо без конкурса, помогу тому, кто там вырастет самую большую корову, и предположим, вы вырастили самую большую корову, вы получили эти два миллиарда рублей, что происходит с сельским хозяйством в регионе, вы машете ему ручкой, говорите ему до свидания, казалось бы, государство дало деньги, и это очень здорово, оно помогло, но нет, оно не помогло, оно убило всех тех, кому оно деньги не дало, кто потом и кровью работал, развивался, пытался, убило конкуренцию, значит, когда государство выделяет деньги в какую-то область, например, я понимаю, есть там Дальний Восток, там вот людям жить трудно, плохо там, в севере, не знаю, холодно, выделяют там помощь, там, развить, окей, образование не дотационная отрасль, она способна сама себя как бы генерировать, в чем, если дать свободу в развитии, например, технологии, это электронное, это обучение, цифровые платформы уже были бы Россия в начале двухтысячных и, в общем, в середине, была бессуспловным, одним из лидеров мировых в развитии дистанционного обучения, одним из мировых лидеров, и даже вот, если посмотреть на исследования там в области вот когнитивной нейрологии и так далее, которых я упоминал в докладе, Россия тоже была одним из лидеров, значит, давайте мы это убьем, а потом новое, соответственно, рядом построим, да, вот я с удовольствием наблюдаю за развитием бизнес-школы Сколково, действительно, там и докладчики там потрясающие, и люди туда идут платить, вот прям цветет и развивается. Пришел я туда в какое-то там недавнее время на встречу с одним из представителей, ну, в общем, с одним из владельцев. И смотрю, вроде комнаты нет для собаки-поводыря, а должна же быть комната для собаки-поводыря, да, при входе у нас лицензии, не будет же он иначе у УЗа, обязательно должна быть комната для собаки-поводыря, вот нет у них комнаты для собаки-поводыря. И когда я приходил в Плехановский университет, то там весь пол в этих, ну, для слепых там, да, вкуку нет, вроде как-то, ну, в общем, все как-то странно. Я для себя с огромным удивлением, просто огромным, узнал, что у них лицензии нет, она им не нужна, а причем, если они лицензии высшее образование, совершенно они не этим занимаются, они всего-то там MBA дают, да, и вот они развиваются. Почему они развиваются? Потому что вне регулирования, да, в моем представлении, что происходит? Ну, вот выделялись огромные деньги в пытность современной Академии, значит, она развивалась в 5000 долларов инвестиции и без единой копейки от государства, сама с нуля, да, и дошла до сотен миллионов долларов оборотов в год и инвестировала эти деньги, реинвестировала и так далее. Параллельно инвестировались миллионы и десятки миллионов долларов, давались государственным вузам для разработки тех же самых технологий, они все были похоронены полностью, да, значит, сейчас происходит, в моем представлении происходит, к примеру, то же самое, значит, с государством на этих проектах работают выбранные компании, работают назначенные люди, назначенные вузы, ну, вот здорово, что вас в какой-то форме привлекают, но, может быть, может быть, вы там какую-то небольшую лепту сможете внести, да, значит, и вот такие инициативы, как бы, да, все-таки они должны заканчиваться тем, что в них участвуют, в общем-то, ну, как бы все представители рынка, как бы, да, привлекаются правильные эксперты. Я не вижу, как все это можно, можно в бабахать деньги, да, но кто решит, работает оно или нет, правильно оно или неправильно, кто, кто будет судьей, как бы, кто определяет эти параметры качества, где про них шла дискуссия, вот вы здорово пишете посты, в которых написали, что вот у нас в группе есть стандарты, разработанные качественные дистанционные образования, покажите мне их в другом месте. Вот те люди, которые дали, вы говорите, 20 миллиардов на создание этого университета, они его создают как? По модели кого? Ну вот, собственно, это ответ на ваш вопрос, моя точка зрения. Спасибо, спасибо. Я бы... Василий Иванович, что-то хочет дополнить, да, Василий Иванович? Я бы хотел здесь дополнить, в каком плане, ну вот когда был эксперимент всероссийский, 1997-2002 год, то там было 6 участников, ну я в докладе об этом говорил, в том числе современный гуманитарный институт на то время. Я очень часто и в дружеских считаю отношениях с Михаилом Петровичем, Карпенко, мы вот это крутили положение в эксперименте, я бывал в его центрах, где-то в Курске, помню, в Томске был, вот смотрел всю эту технологию. Одно из обвинений современного гуманитарного института было в том, что у них некачественный контент. Когда я начал просто разбираться, а я в МСИ работал проректором, дайте мне там по статистике, скажем, юниты ваши посмотреть, кто там автор, что и где. Вот посмотрел, знаете, там были профессора, доктора наук из МСИ, писали юниты, причем высокого качества, они вообще были авторы загрифованных учебников, и для меня вот эти юниты, а это такие микромодули, то есть по изучению, они не вызывали никакого, не вызывали никакого сомнения в том, что это качественный контент. Когда, значит, были проверки СГИ, это была, безусловно, так сказать, такая компания административная, где просто их уничтожали, но уничтожали, всегда мы задавали вопрос, а вы анализировали уровень остаточных знаний тех, кто закончил СГИ? Нет. Понимаете, мы исходим там с каких-то там формальных позиций, там в ГОСов, наших восприятий, вот, они слишком разрослись, там, ну, действий, там, 170 тысяч, там цифры разные, так сказать, были, то ли это за все время обучения, то ли одно момента, вот, но, говорит, мы не можем терпеть вот такого монстра, который вторгается во все субъекты федерации, вплоть до районного центра, и, значит, давит своей технологии, давит кого? Давит те вузы, которые не могут ничего представить, представить на вот этом рынке, и то, что вот эта телетехнология, это единственный вуз, который развивал Российской Федерации, мне вроде Михаил Петрович говорил о том, что только аренда Ямала, спутника, она где-то обходилась, кажется, точно не вспомню, но миллион долларов, это даже обсуждать не хотелось, это минимально то, что обходилось, но была доставка контента до каждого, кто хотел, так сказать, обучаться. Для чего Михаил Петрович и МСИ, а я был проректором МСИ, для чего нам нужны были вот эти вот представительства по всей России, поскольку интернет-технологий не было, вот из таких инновационных была телевизионная технология доставки знаний, а у нас была модель британского открытого университета, это учебно-практические пособия, специально разработанные, это тьютерская поддержка, но какая, где тьютерская поддержка, мы могли ее только осуществлять через филиалы, а это сложное, это лицензирование, там и все прочие заморочки, это представительство, и вот то типовое положение о ВУЗе, которое Касьянов подписал с подачи Филиппа Владимира Михайловича, оно и давало возможность создавать представительство с функцией организационно-методической поддержки проживающих на территории, и дальше ход был такой, что не заочник едет в Москву, а преподаватель едет к заочнику место его территориального там, ну, места жительства, включая даже проведение ГАКа, одно дело собирать там 100 человек по всей стране в Москву, размещая в общежитии там и так далее, а другое дело 5-7 человек едут в какой-то куст, и там проводят ту же самую процедуру государственной аттестации, ведь смысл, вернее, претензии по поводу качества, состава комиссии ни у кого не возникало, но нельзя, нельзя, понимаете, и в этом плане, когда обозначились, вот на мой взгляд, обозначились большие финансовые потоки в современном гуманитарном институте, это было основание для его удушения. Я могу сказать, что вот МТИ, где я был ректором и первым вице-президентом, его и тубили тоже по этим основаниям, когда показали по отчетности свыше миллиарда, а это официальная отчетность, то есть фактически государство нарушило коммерческую тайну, и через мониторинг оно опубликовало доходы вузов, вот, то тогда, значит, возник, как так можно, так сказать, вуз, который, значит, негосударственный, пусть там с этикеткой ЮНЕСКО, больше миллиарда и так далее, ему говорят, 300 миллионов в год только тратилось на создание контента, это там около 15 тысяч часов видео, ну, здесь можно об этом говорить, вот здесь вопрос конкурентной борьбы, кого, с кем, те вузы, которые не способны, и заказчиком, я могу сказать, был один из ректоров государственных вузов, вот, по тому, чтобы, так, фактически уничтожить кем-то, и что и случилось, да, вот, только исходя из конкурентных соображений. Второй момент, почему, так сказать, жалко было в свое время СГИ, это мощная научно-исследовательская работа, я сам был членом редколлегии, там, в двух или в трех журналах, а у них было, там, десятка-два журналов, которые, дайджестов, журналов, где и мы публиковались, и коллеги, это огромный, так сказать, массив информации, его сейчас нету, эти журналы, редколлегии, они все, в принципе, уничтожены. И когда, значит, вот, имея в виду телевизионную технологию, я вот имел возможность как-то выступить в Министерстве науки и образования Индонезии, вот, был там, в Министерстве выступал, вот, у них есть проблема, почему я, вы сейчас поймете, почему я перескочил на Индонезию, это 17 тысяч островов, где хоть кто-то проживает, да, это островной государство, 17 тысяч островов, где есть жители, обитаемые, вот, и у них возникла, или возникала всегда ситуация, как вот на этих островах обучать вот этих вот индонезийцев. Кроме как дистанционной технологии, никаких вариантов у них, в принципе, и до сих пор нет. Я там рассказал и про телевизионную технологию с упором того, что я внимательно в свое время изучал подходы современного гуманитарного института, показал интернет-технологии, но они в конечном счете, исходя из экономии средств, это государство большое, там, где 40 миллионов, вот, но исходя из экономии средств, они, посчитав, решили, что интернет-технологии, они дороже, чем телевизионные технологии, дороже. Если делать эпизодически, как бы, штатным составом из Джакарда или откуда-то возить, так сказать, преподавателей в эти острова, гораздо эффективнее, когда идет доставка ТВ-контента, вот, плюс там организационно-методическая поддержка. Вот, у нас ведь ситуация, вот, у нас не островное государство, но, сами знаете, большая территория, разбросанность, как доставить. Статистика неумолимая вещь, сама по себе, но статистика, которая до сих пор имеет значение, это, если молодой человек уехал из районного центра в областной, он не возвращается, 5-7% возвращается. Уехав в Москву, также 5-7%, за границу, также 5-7%, местные власти, они заинтересованы, чтобы шла доставка информации в места, проживания потенциального вот этого контингента рабочей силы и так далее. И в этом плане, в этом плане, вот то, что у нас уничтожили телевизионную технологию, на ней крест поставили в свое время, это было неправильное решение. То, что сейчас на смену фактически при развитии идет интернет-технология, но и она сама по себе не развивается ввиду разного рода ограничений. Вот я вернусь к дистанционному обучению, вернее, к электронному обучению. Вот такой срез дам просто. Я там о Кембридже говорил, а вот сейчас хочу сказать об Оксфорде. Все открытая информация, она вся есть сама по себе. Вот я могу сказать, что у них работает постоянная, круглогодичная онлайн-приемная комиссия на обучение в Оксфорде, где курсы, прием идет курсов от одного дня до пару лет, где примерно, скажем, 5-7, 5-10 недель студент получает там сертификат, он обходит ему 130 фунтов стерлингов, а если, значит, он гражданин, подданный королевы, то на 30 фунтов дешевле. Но если посмотреть на Оксфорд, а у меня знакомые своих детей, там обучают через дистанционную форму, 7 лет ребенку он занимается по математике. Он получает сертификат, если он успешно все сдал, там ведь никакие варианты, не знаю, там взяток или еще что-то, так сказать, не проходит. Если он получил один сертификат, он берет второй сертификат, математика, физика, английский язык, нет ограничений, вообще нет ограничений. У них только ну два где-то, ну не два, ограничения, это место в программе, чисто физически, поскольку, блюда качество и сопровождая учебный процесс через там тюториалы, допустим, вот, они не могут, допустим, вместо 100 человек взять там миллион на ту или иную программу. Второе условие, это скоростной интернет должен быть у клиента. Третье, знание английского языка, там не ниже седьмого уровня, вот, и все, больше нет никаких ограничений, у них весь мир, и в этом плане они работают как пылесосы, понимаете, они отлавливают по всей стороне нашу элиту, которая, значит, дружит с головой, дружит с компьютером, знает иностранный язык, вот, и я не исключаю, что он потом уедет, вот, мало кто говорит об этой статистике, но она ведь опубликована в штрихах, и они не очень много говорят, 60% победителей международных олимпиад в Российской Федерации, 60% уезжают учиться и работают за границу, сразу же, понимаете, вот, мы имеем такую утечку кадров, которая, не знаю, кому снится, при том, при всем, что народ наш трудолюбивый и все это прекрасно понимает, они уезжают туда, так, значит, наверное, не созданы условия здесь, если Оксфорд, это старейший университет в мире, да, то он работает пылесосом, имеет круглосуточную, круглогодичную онлайн-приемную комиссию, где отслеживается телодвижение, рост, значит, клиента с седьмого от семи лет, то тогда почему наши здесь спят, почему наши не работают, нет, они не могут, понимаете, поскольку возникает вопрос, а кого мы учим, но есть ведь приказ Миноборнауки об утверждении порядка приема на обучение по программам высшего профессионального образования, там записано, кого мы учим и когда мы осуществляем прием и так далее, а если вы сделаете постоянную онлайн-приемную комиссию, что есть, кстати, было, вернее, в Московском технологическом институте, до этого фактически это было в МИСИ, то же самое было в СГИ, и мы постоянно работали с теми, кто потенциально для нас нужен и важен, и они приходили к нам, а сейчас ведь абитуриент подает там в 3-5 вузов, там 3-5 программ, лишь бы попасть, беготня, там инфаркты, самоубийства, так возникает вопрос, а он попадает ли в тот вуз, который он хотел бы, нет, ему надо срочно научное отделение, желательно, на бюджетное, с тем, чтобы там, не знаю, учиться у театрами или еще какие-то там соображения, а вот целенаправленной работы со студентом нету, а когда такая работа есть, ну пусть не 7 лет с клиентами, в МТИ 80% было, это сокращенные программы на базе СПО и второе высшее образование, 85-100% трудоустройства, контингенты, работа в 76 субъектах федерации, средняя зарплата была последняя где-то в районе 50 тысяч, это как бы по России, это данные Минтруда, это не Минобратно науки, это Пенсионного фонда и Минтруда, вот, и эти технологии дали возможность дойти до каждого, и если есть интернет-технологии, то опять же говоря об онлайн-приемной комиссии, и прием должен вестись технологии, в этих же технологиях, в интернет-технологиях, поскольку, не скрою, мы добирали точечно, так скажем, тех, кто не закончил, программистов, системщиков там, которые не закончили в свое время, не получили высшее образование, или второе высшее, это основной был контингент, мы их добирали точно, так набрали, что их там было больше 30 тысяч человек, поскольку не один вуз традиционного обучения не давал и сейчас не дает им возможность повышать свою квалификацию, и цена была потерять работу, сейчас найти работу, как и раньше, как и в будущем, сложнее, чем получить образование, он держится за работу, а держась за работу, нужно доставлять к нему знания, повышать его компетенцию, другого пути нет, иначе он не развивается, предприятие не развивается, регион не развивается, не развивается страна, и когда я говорю отменить лицензирование на уровне федеральных властей, перейти к лицензированию в субъектах федерации, только говорит о том, что они лучше знают условия функционирования промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг, и представлять сферу профессионального образования не как какое-то благо, я вот здесь опять дискуссию посмотрел на профессорском форуме, который РУДН проводил, но вы знаете, здесь вопрос в том, что это может быть и благо, но для меня благо это просвещение, как часть образования, воспитания, культуры, истории и так далее, а что говорить, а если говорить о профессиональном образовании, тем более выше, это сфера услуг, и чуть-чуть еще сделаю замечание, и пусть подключается Илья Александрович, но возьмите, кто учит вот в той же системе дистанционного обучения, и всегда значит, есть нападки, скажем, на тех, кто продает свою рабочую силу, для меня преподаватель, этот, его рабочие силы, тот же самый товар, помните, товар имеет потребительную стоимость, способность вещи удовлетворять потребности, и стоимость, способность вещи обмениваться, он должен продавать свой товар, и кто учит, когда возникает вопрос, в системе электронного распределенного обучения, есть масса вопросов, факультет или институт, кафедра традиционная или виртуальная распределенная кафедра, вот преподаватель самодостаточен ли он для ведения образовательной деятельности вот в условиях электронного там дистанционных образовательных технологий, вот до какой степени в нашей среде, в Российской Федерации запутаны эти вопросы, что порой разобраться в них невозможно, и когда начинаешь просто рассуждать о дистанционных образовательных технологиях, опять, опять упираешься в такие системные вопросы управления образованием, буквально отойду чуть-чуть, вот в 97 году, когда пошел эксперимент, я был до этого проректором по экономическим вопросам, но Тихомеров меня передвинул на должность проректора по заочному дистанционному образованию, начался эксперимент, и я, втянувшись в эту проблематику, ну так, где-то подумал, ну 40 лет, а не пора ли мне, так сказать, докторскую написать, поскольку я на таком большом материале сижу и каждый день по 18 часов работаю, апробация мощная, начал вникать, значит, делая какие-то потуги с темой, структурой, диссертации и уткнулся в тот вопрос, что дистанционные технологии это не важно для развития образования в России, в конечном счете написал и защитил диссертацию на тему современная государственная образовательная политика, социальные императивы и приоритеты, защита была около 5 часов, 13 за, 5 против, сами понимаете, какая была защита, только на вопросы я полтора часа отвечал, без всяких бумажек и так далее, поскольку там есть эти технологии, есть информационный аспект, в конце диссертации я написал такую сакраментальную фразу, если не учитывать то-то, 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 что вытекало из диссертации по современной государственной политике, мы так и останемся на обочине, ну, т-т-т-т и так далее, да, вот я смотрю, что произошло за, там, 15-20 лет, знаете, ничего не изменилось, вот так если посмотреть, а что у вас было за последние 15 лет? Ничего, ничего с точки зрения развития этих технологий, формализации, легитимизации, ничего. спасибо. Спасибо, Василий Иванович, я тут смотрю, в чате пошла бурная переписка и думаю, может быть, надо было запретить этот чат, потому что... Я-то его не смотрю, поскольку... Я вот случайно посмотрел, там вообще пошла тема не о том, почему в Сколково есть лицензия, нет лицензии. А это постановление, постановление, вернее, положение лицензирования, где постановлением правительства Сколково вывели за пределы процедуры лицензирования, то есть, что хочешь, никаких проверок, ничего никак. Здесь одни мои коллеги были на одной программе в Сколково, называется школа ректоров, с них просили 600 тысяч рублей, вот, кто преподает, чего преподает, спрашиваю, ну, ты ведь сейчас, наверное, в резерве, вот этой, как выпускник школы, в резерве ректоров, да ты что, там ведь само по себе назначение идет по совсем другим принципам, ну, ты, наверное, так сказать, сейчас обременен такими знаниями, что можешь даже создать свой вуз, да ты что, раз сейчас вуз создашь, невозможно все, а зачем ты тогда учился, ну, так, для своего развития, так сказать, да, вдруг где-то пригожусь, жизнь-то проходит, понимаете, жизнь проходит, а хочется все-таки себя реализовать здесь, в России. Василий, спасибо. Ваши уточнения всегда в цель, всегда точно, спасибо вам, а теперь я хочу, во-первых, я вижу тут Лариса Михайловна, с нами присутствует, присутствует еще раз, гляну, или уже ушла, Туранова, Лариса Михайловна, я тоже участвовал у нее в таком же формате, и думаю, что ей это интересно с точки зрения технической организации, возможно, есть свой вопрос, как она, коллеги, задавайте вопросы к нашим докладчикам, а я сейчас, включайтесь, нажимайте свободно на микрофончик, в чате пишите, пожалуйста, то, что касается нашего мероприятия, а сейчас я еще хотел бы задать вопрос ко всем здесь присутствующим, и особенно, маленький комментарий, а, да, Илья Александровна, очень долго идет дискуссия на тему, я бы хотел два слова сказать, к этому добавить всему, есть у меня две минуты? Конечно, пожалуйста, у нас времени, коллеги, мы планировали до 11 часов, наш круглый стол до 11. Смотрите, я вот, ну, вспоминали тут профессора Карпенко, с которым Василий Иванович, как я понял, в хороших отношениях, я, собственно, тоже помню, рассказывали его фамилии. Коллеги, просьба смотреть, что я могу. Мы однажды с Михаилом Петровичем были на конференции в Андалистском университете, где присутствовал на тот, по-моему, Ханова была фамилия, бывший глава ЮНЕСКО, который прям вот совсем недавно, вот там, полгода назад он ушел с должности, он стал ректором какого-то арабского вуза, не помню, то ли не в Саудовской Аравии, в Эмиратах, в общем, какой-то там почетный пост, и вот он делал доклад. А Михаил Петрович по-английски не говорит, а я хорошо перевожу, я сидел рядом с ним, ему переводил, собственно, всегда. И он начал говорить этот хан. И вдруг первый раз Михаил Петрович говорит, не переводи, давай, отдыхай. Я так удивился, думаю, блин, глава ЮНЕСКО только что был, выступает, потом мы вышли, я его спросил, говорят, что вы не захотели слушать, так он интересно рассказывал. Он говорит, а сразу понятно, когда люди говорят про то, что было, как бы, да, или про то, что будет, как бы, если они говорят про то, что было, значит, не его мнение не важно, не то, что он делает, он как бы отстал от жизни и так далее. Важно то, куда мы можем прийти, что мы можем сделать. Вот все эти разговоры очень интересны и переживать, здорово, и там жаловаться, что вот современную внутреннюю академию закрыли из-за того, что, да, покрытие беговой дорожки не то было в стадионе Арида Ункинках, да, и класса не было в компьютерном регионе, а осколку может сделать все, что хочешь, постановим правительство и так далее. Но это не, все не конструктивно, как бы, это не приносит никакого эффекта. Более того, я могу сказать, что я уверен, что еще в одной вещи, поскольку я, ну, имел некоторый опыт работы с такими общественными объединениями, разными там профессиональными сообществами, объединениями бизнесов и так далее, что мне кажется, что особенно в нынешней российской ситуации, да, вот политическая повестка, это может быть функцией сообщества на более позднем этапе развития, когда будет не 9 там или 10 участников активных обсуждений, а остальные потом в записи там чуть-чуть смотреть, да, а когда будут действительно тысячи-тысячи людей из регионов, которые бы жить и так далее, это голос сообщества, он будет установлен. Мне кажется, что сегодня, если я поэтому, собственно, не планирую, как бы, да, если будет формальная процедура подписания решения конференции, то проект решения я не планирую подписывать, не потому что, если бы меня попросили, не потому что я с ним не согласен, я с ним согласен, а потому что я думаю, что вот в этой сфере, как бы, да, там изменения закона, еще какие-то вещи, конечно, хочется высказаться и быть услышанным, да, но мне кажется, что в данной ситуации вот подобные, как бы, вещи, да, там, давайте вот поменяем закон, это действительно все, что говорили вот мы до этого момента, все действительно самые главные проблемы, это правда, и пока это не решено, все остальное, в общем, на большой процент разговора просто, да, тем не менее, дистанционное обучение, оно и технология, тянет, оно и выходит за рамки формальной системы высшего образования сегодня, да, есть вот ТПО, которое вот мы сейчас узнали из чата, сколько, собственно, это оказывается просто курсы, да, дополнительные профессиональные образования и так далее, есть много других вопросов, есть много сфер, в которых, да, действительно можно оказать влияние серьезное на развитие, даже в этой ситуации, вот я бы хотел предложить, если возможно, больше времени, да, уделять вот именно таким более конструктивным вещам, я не говорю, что неконструктивно говорить, что вот в отсутствие академической свободы вузы не будут развивать, ну, как бы это факт, это правда, но я не думаю, что люди, которые занимаются регулированным образованием, не в курсе, я думаю, что они все в курсе, все понимают, как работает рынок, да, есть другие цели, о которых тоже в нашей группе писали развитие, поэтому, вот я думаю, что если мы будем обсуждать технологии, там, возможности, исследования, критерии оценки качества, вот, например, допустим, критерии оценки качества, я уверен, даже на нынешнем этапе развития сообщества, можно предложить и даже куда-то там провести, в отличие от изменений в закон, ну, вот это мое такое скромное мнение, собственно, все. Не уходите, дорогой Илья Александрович, спасибо вам за вашу дополняющую позицию, я хочу тогда у вас спросить, вы говорите, хотите, это ваше право, воздержаться, потому что нас мало, вот, нас тут мало, поэтому я лучше воздержусь, а если нас будет много, и мы будем, опираясь на федеральный закон в общественных организациях, есть такое право, подавать предложения, запросы в органы федеральной исполнительной власти, в законодательные органы, такие как у Госдумы, то, наверное, потихонечку капля камень точит и будут реагировать. Я, например, предвижу последствия такого обращения в Госдуму, это ее компетенция, что кого-то из нас, я не знаю, кого, пригласят на очередное слушание, парламентское слушание или в Госдуму, тем более у нас сейчас онлайн-технологии, вы видите какие. Кстати, в Госдуме это не решено, у нас легче решено вот это онлайн-взаимодействие, чем в Госдуме. Я там так и не увидел прямых трансляций и внешних подключений, все в кулуарах, все внутри. Но я думаю, капля камень-тучь. И я как раз и хотел задать вопрос, а что мы будем выносить в решение нашей конференции? Я, например, с точки зрения институционального понимания нашей общественной организации, смотрю на международный опыт и понимаю так, что да, мы не являемся органом власти. Но, опираясь на аналог, как, допустим, фондовые финансовые рынки, они же регулируются сами биржами внутри себя, они сами формируют правила, регулируют внутри себя, также опираясь на закон. И вот так вот из-под валь, там критерии качества, там конференцию провели, там запрос написали, там список экспертов, федеральных, общественных экспертов, может быть, не федеральных, а общественных экспертов в сфере онлайн-образования, свой собственный набор критериев, отборов, включений и так далее. Еще какие институциональные меры? Это общественная аккредитация онлайн-курсов или ресурсов. Ресурс – это контент, вот как вы записали ролики Нобелевского лауреата, это ресурс, это контент, это еще не обучение, но его тоже можно как-то аккредитовать или сертифицировать. И вот эти действия, может быть, они кажутся смешными, может быть, они кажутся наивными, но мне кажется, если мы будем в этом направлении, в институциональном направлении двигаться, то, наверное, нас услышат. Как вчера мне написал один коллега, а почему вы не приглашаете сегодня АСИ и Центр национальных компетенций? Я говорю, мы всех приглашаем, мы открыты. Куда, кому обращаться, к Пескову или кому, чтобы придите нас, послушайте. Да нет, мы всех приглашаем. Пусть они к нам приходят уже за советом, и мы им поделимся, нежели мы напишем письмо, а они скажут, нам это не надо. Мы же пока не юридическое лицо, мы общественное движение в рамках закона. Поэтому, возможно, да, вот я бы хотел послушать мысли Михаила Корытва, который постоянно мне в пику что-то ставит в упор. Один вот товарищ, который вечно недоволен то, что я делаю. Сам никаких предложений в группе не выдвигает, это его право. Но постоянно против, пожалуйста, выскажите свое мнение, дорогой Михаил. А вопрос все-таки Киле Александрович, вы согласны, что институциональные предпосылки у нас в потенциале есть, но мы пока их слабо видим или недооцениваем? Как вы считаете? Можно чуть более конкретно сформулировать вопрос? А, да-да. Считаете ли вы, что кроме вот этих критериев, кстати, они разработаны открыто, бесплатно, это не госбюджетное средство, это инициатива, ну, не скажу, что там большую часть критериев я сам разработал, но мы их обрабатывали, мы их спорили, доказывали, корректировали, допустим, в Канаде живет наша соотечественная Наталья Бухановна, она колоссальную работу провела, чтобы нести редакторскую смысловую правку, шкалы, веса оценивания каждого, она молодец. Тоже за рубежом живет кандидат медицинских наук, наша соотечественная. Так вот, критерии качества, конференция, список экспертов, национальных экспертов, там, или как-то еще назвать их, считаете ли вы, что эти меры могут каким-то образом изменить тот негативный тренд о государствлении, как говорит Василий Иванович, всего, что можно огосударствить. Огосударствили и МСИ ликвидировали, и СГИ ликвидировали, вот так вот, хотя там все было нормально, да? Может быть, вот эти наши действия помогут защитить рынок и образование в целом, Илья Александрович, да или нет? Категорически нет. Так. Мне кажется, что, ну, кто не имел, как бы, да, если вдруг опыт общения там с людьми в высоких структурах, там, в высоких позициях, то, там, в быту на кухне можно считать, что они все идиоты, но я вот тут таксист очень умный, да, как каждая кухарка знает, как управлять государством. Но в реальности и вы знаете, да, и все, я думаю, сейчас участвующие в кругом столе, что совсем придурки, они все-таки редко попадают, как бы, да, и в Госдуме, и в правительстве, в общем, в основном люди, у которых какой-то IQ присутствует. Значит, я абсолютно уверен, на миллион процентов, полностью, я не думаю, что меня можно за короткий срок переубедить, что по базовым понятиям, базовым подходом в политике сегодня, и эта конференция, другая конференция, еще какая-то конференция, может принести что-либо, кроме негативного результата. Почему? Потому что вот та статья, которую, значит, говорили сегодня, которую опубликовала сроков, там, да и так далее, это вот то, как развивается, и то, как будет идти наше государство в ближайшее время. Теперь я думаю, что если, например, вот, допустим, мы говорим, вот есть стандарты качества, есть какие-то там применения там технологий, просветительская работа, еще много чего, чем может заниматься сообщество, да, и в этих сферах можно повлиять, я думаю, что можно повлиять на то, какие технологии используются вот в этих государственных проектах, я думаю, что можно делать какие-то предложения развития, можно даже как-то сделать так, чтобы профсообщество в итоге, когда оно будет там сформировано, может, более юридически, а может, уже и сейчас привлекали в качестве экспертов какие-то проекты, это можно, да, но я думаю, что если вот рядом с этими всеми рекомендациями написать, отменить политику государствования, предоставить вузам академическую свободу, внести, значит, изменение в закон и создать политическую активную повестку по изменению тех подходов к построению государства, которые вот были описаны в полной статье, то я думаю, что единственный результат, который будет, это и остальные важные рекомендации тоже не будут услышаны. Спасибо. И еще секунд 30, значит, когда современная гуманитарная академия получила первые проблемы, первые претензии, так сказать, проиграла первый суд совершенно несправедливо по этой лицензии, потому что выиграли, то Михаил Петрович Карпенко, будучи мудрым человеком, уряд, госпремия, по-моему, профессор, вообще, человек талантливый, да, он сказал, что надо взять лицензию, положить ее в конвертик, отнести ее и вот сдать, подарить цветочки, тортик и шампанское, как бы, и продолжать развиваться в других, как бы, орелах, да, в других сферах. Это было крайне мудрое решение, и если бы это решение было тогда исполнено, то сегодня бы современная академия существовала. Воевать никто не может воевать с государством, может воевать только все общество. вот если мы объединим все общество, всех преподавателей, тогда, может быть, мы внесем свой комментарий в политическую политику. Спасибо, спасибо. Я так понял, ваш ответ, он и да, и нет. Когда вы сказали нет, на самом деле вы сказали и требования хорошо, да, и конференции хороши, да, и подавать предложения, не революцию устраивать, а подавать предложения, это не революция, понимаете? То есть по капелькам, по капелькам фактически вы согласились со мной, что да, это право в сообщество может для себя и по технологиям, и по методикам, да, может. Можно я? Вот сейчас мы возьмемся, выйдем, возьмем плакаты и выйдем куда-то. Нет, этого я не предлагаю, и никто не предлагает, и Василий Иванович не предлагает. Речь идет о системной, целенаправленной, аккуратной, умной работой, ведь мы их не считаем дураками, мы всех считаем очень умными людьми, но у них интересы пока только на одно, усидеть в кресле и бояться только одного человека, начальника. Как только появляется общественный запрос, появляется команда опять же сверху, послушайте людей, ведь Путин тоже очень часто говорит и в обращении к федеральному собранию, что давайте привлекать профессиональные сообщества, управление государством, давайте опираться на их мнение. То есть власть говорит, давайте идти на контакт, а мы что делаем, мы сидим, ждем команды, мы сидим и смотрим друг на друга, кто что скажет. Поэтому Василий Иванович предлагает нам давайте писать, давайте потихонечку двигаться, не бояться, поскольку власть сама этого ищет, невзирая на то, что думают какие-то мелкие нижние чиновники. Как Вы считаете? Меня не слышно, меня не слышно, то, что я сейчас говорю, это в эфир не идет? Идет. Идет, все идет. Знаете, Вы интерпретируете мой ответ так, как Вы как бы сами решили, это неверно. Давайте я... Я могу ошибаться, да, я услышал слово нет и слово не надо, поэтому я реагирую. То, что Вы говорите, Вы услышали только часть. Значит, я сказал то словно следующее. Я сказал, что я считаю, что профсообщество в сегодняшнем его состоянии способно, несомненно, оказать влияние на развитие дистанционных технологий. В части технической работы, продвижения определенных технологических подходов, стандартов качества, подходов к построению дистанционного образования, экспертности и так далее. Одновременно с этим я сказал, что я считаю, что нет никакого... не просто не способно оказать влияние, а я считаю, что если заниматься попыткой оказывания влияния на политическую повестку, то и этого сделать не удастся. Если мы будем заниматься политической повесткой, то и влияние просветительского и общественной технологии всего этого тоже не будет. И когда я говорю про политическое влияние, я говорю ровно про то, что говорите, что вот было написано, что Путин нас услышит, так сказать, что глаз народа, что мы вот хотим против государствования, что мы не демонстрациями, конференциями и так далее, вот я считаю, что это без результата. Результат нам не будет. Значит, если это кем-то бы спонсировалось, дабы было еще как-то понятно это лоббирование. Если хотеть хорошей судьбы для этого профсообщества и так далее в рамках Российской Федерации, я считаю, что это занятие бесполезное, вредное. Я лично в нем, соответственно, участие принимать не хочу и ассоциироваться тоже не хочу, поскольку я хочу все-таки свой вклад какой-то внести, многие люди, которые, да, пытаются включаться в политическую повестку, что называется, где их не просят, потом вообще никакой вклад не могут нести, они изолируются. Несмотря на то, что наше сообщество существует в основном в свободном как бы, да, в Фейсбуке, но хотелось бы за рамки этого Фейсбука выходить. Как бы, да, и в Госдуму, как вы говорили, и в другие места обращаться. Как бы, да, и вот, будучи монстрами с сотнями миллионов долларов сделать этого нельзя и миллиардами, как мы знаем, да, а общественное вот это то, что я говорил. Так что, фактически, я сказал. Я понял. Да, я именно так и понял. Спасибо. Ну, вот тут, может быть, Михаил Корытный прокомментирует, который уже не первый раз, в том числе и здесь в чате пишет, что касается законодательных инициатив, если таковые будут, присылайте, вынесем на заседание экспертного совета Государственной Думы. Василий Иванович имеет опыт такого выхода, его привлекали. Может, прокомментируйте, Василий Иванович, что вы имели в виду, и с чего боится наш Илья Александрович? Знаете, я могу только согласиться с ним, поскольку я себе дал зарок участия в разных там политических унифестациях, призывах, подписях, там, демонстрациях, марши и так далее. Да, да, да. Вот. Поскольку, ну, я даже не хочу говорить по поводу и с чем. У меня другое соображение, вот, чисто конкретно. Ну, вы знаете, когда обсуждался и утверждался закон об образовании вот в декабре 12-го года, принятый, то была там модель, которую предложила Коммунистическая партия Российской Федерации, тот же Смолин, он первый зампред комитета сейчас по образованию. Его или их проект не прошел, и не потому, что я член КПСС, вот, я был членом КПСС, но у меня совсем другие взгляды на этот вопрос. Самая беда заключается в том, вот этого закона, как и предшествующих, в том, что там передоверили управление системой образования, профессиональным, мы сейчас говорим, чиновникам. Вот то, что я там написал в докладе 243 отсылки в адрес федеральных органов управления образования, по принятию конкретных нормативно-правых актов, это ведь не домыслы, вы наберите поиск ключевых слов по этому закону, пройдитесь и посмотрите, где и почему и как все это формулируется. Я в этом плане отправил какие-то свои предложения тому же Сумулину, комитет по образованию. Не его позиция в последнее время, она импонирует, поскольку он прекрасно все это, он работал и с МСИ, и с СГИ в свое время, он поддерживал Тихомирова, я думаю, и поддерживает его в тех новациях, которые исходят от него. И в этом плане мы ему дали бы какой-то лишний аргумент, обоснованный аргумент профессионального сообщества, ну пусть не всего, в конце концов, я могу лично подписать и отправить, или он там вдвоем с Юрием Николаевичем подпишем, как информация к размышлению. Но меня другое, так сказать, смущает. Вот нужно ли писать в адрес правительства, ли в адрес Миноборнауки. Вот я читаю, значит, положение из закона, федерального закона образования, где указано, что ФОИФ, в частности, Миноборнауки, да, должен разработать порядок организации и осуществления образовательной деятельности по программам высшего профессионального образования. Но там ведь не указано, что он должен разработать такой порядок, который утверждается его приказом и который потом будет до буквы с запятой проверяться тем же Рособорнадзором. Там просто разработать порядок. А в какой форме он может быть представлен? Я, допустим, считал и считаю и на этом настаиваю, что вот этот порядок организации должен носить рекомендательный характер, тогда возникает вопрос, это не приказ должен быть, а методические рекомендации по организации и осуществлению. Методические рекомендации, которые за пределами Рособорнадзора и вмешательства его в образовательную деятельность. Или утвержден приказ Миноборнауки о порядке применения дистанционных образовательных технологий. А нужен не приказ, нужны методические рекомендации. Вот министерство рекомендует, а как там будет придерживаться тот или иной вуз, кафедра или что-то такое, это уже дело 10-25-е. Я еще хотел бы сделать одно замечание, безусловно, то, что мы должны обращаться в соответствующие органы, показывая нашу позицию, для меня это однозначно. Мы должны не только будировать, не только лить поток сознания, и в своем узком кругу обсуждать те или иные вопросы. Мне тоже иногда своего времени жалко, и жалко, чем занимается, много занимается почти круглосуточно, там, Юрий Николаевич Белоножкин. Но я считаю, что формирование общественного мнения по изменению ситуации это столь же важно, как и наши рекомендации разработчиков курсов, или рекомендации для вуза, которые в этих условиях работают и существуют. И вот если мы отойдем от тех наших воззваний в адрес законодательно-исполнительной власти, то, допустим, я вот сейчас фиксирую такой срез нашей дискуссии, чтобы я порекомендовал преподавателю, который читает каждый день, ну, не каждый день, ходит на работу, читает лекции, ведет семинарские занятия и так далее. Я, и это мной пройдено как и ассистентом, доцентом, профессором, завкафедрой, проректором, ректором, да, вот эти мои советы, они не просто там плод больной фантазии или высосанные из пальца. Я даю совет максимального использования вот электронного обучения в персональной деятельности преподавателя. Я имею в виду, что если брать вуз, то как вот Сергей Львович Лобачев, он на мой вопрос ответил утвердительно, весь контингент, но правда, его только институт или факультета, он зарегистрирован в системе дистанционного обучения, имеет абсолютный доступ и к контенту, и к тестам, там, и к библиотекам, и так далее. Это хорошо. Но, а что вот преподавателю в этой связи можно порекомендовать? Я могу сказать о том, что в данной ситуации, в данных условиях развития вуза необходимо видео лекции, как обзорные лекции, вот, текстовые материалы, просто их передоверить электронным носителям. И весь этот контент, независимо от формы обучения, должен быть доступен всем. Вот туда нужно размещать, и понятно, что текст играет огромную роль сам по себе. Я по внукам смотрю, они мало читают, я в свое время, не знаю, там, под одеялом читал, проглатывал там книжки, в этом плане, возможно, и говорю, не очень плохо, а пишу даже еще лучше, поскольку много читал. Они не читают, и студенты не читают. Недаром появилась такая модель учебника робота в США, где вот этот учебник, он там по цене доходит до миллиона долларов. Это в виде игрушки стрелялки, когда не пройдя, так сказать, первый уровень, не можешь попасть на второй, не пройдя второй, не можешь попасть на третий. И на третий попадешь лишь тогда, когда ты пройдешь то, что должно случиться на втором уровне, положительное. Мы должны заставить студента читать. в этом плане не просто выложить гипертекстовые тексты лекций или учебников, или подключиться к электронной библиотеке. В свое время был разработан плагин к Moodle, который Сергей Львович Лобачев разрабатывал. Это плагин конструктор курса, где фрагментарно были разбиты тексты, и на каждый фрагмент имел свое тестовое задание. И в этом плане студент он читал, читал, поскольку если он не прочитает, то с ним нечем говорить на семинаре, нечего обсуждать. Он должен быть обременен какими-то знаниями, правильно применять понятий на пару раз, знать, что за каждой той или иной категории. Поэтому, на мой взгляд, необходимо передоверить контент, тем более и во всем мире он открывается, передоверить электронным средством какого-то носителя. Тем более, что, по большому счету, весь этот контент, он разрабатывается в рамках второй половины дня преподавателя. И здесь уже видно, что оно собой представляет. Масса вопросов. А служебное или произведение это? Где авторское право на то, что там размещено? В моем понимании, единственный вариант фиксации, мощной фиксации, легитимной фиксации, это совет преподавателей, это запатентовать вот его учебный курс в виде определенной структуры в Роспатенте. Вы знаете, мы это патентовали, это недорого, где-то 3000 рублей примерно патентуется программное обеспечение в Роспатенте, месяц-полтора ожидания, две-три бумажки необходимо оформить, они пробивают на уникальность там и все прочее. Но в этом плане у преподавателя есть определенная защита его авторских прав, и в случае увольнения, в случае перехода в другое высшее учебное заведение, или работы по дистанту с 20 вузами, он имеет свой товар, который можно предлагать. Вот в Британском открытом университете, опять же, часто вот этот пример привожу профессора Ржевского, сидит в горах, разработал курс, и у него 200 интерпретаторов, тютеров, не только в графствах Великобритании, но и по всему миру, которые ведут, сопровождают его курс. Он сидит в горах там, его только улучшает, поскольку обратная связь от этих тютеров, интерпретаторов идет мощная, ему дают советы по улучшению, по тестовым и прочим-прочим, по педагогическим сценариям, по технологическим картам обучения, и понимаете, он больше нигде не работает, он только делает вот этот для себя в данное время такой идеальной модели, эталонный курс, который он предлагает кому? ВУЗам читать этот курс, его по всему миру, но в качестве совета, давайте хотя бы начнем не по всему миру, а по Российской Федерации, вот тот сервер, который и сайт, который буквально дня два назад заработал с помощью меценатов, он дает возможность представить там визитку любого преподавателя, вот я имею то-то, 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 да, вот, я готов его читать на таких-то условиях, пусть это не европреподаватель, как в Европе, да, но российский преподаватель, который предлагает свой курс, конечно, тот вуз, который будет заинтересован, он упрется, он упрется в ГОС, где четко прописана штатность, остепененность и прочая лабуда, понимаете, но когда вот эти исчезнут моменты, в ГОС тоже, кстати, в ГОС ВПО, Федеральный гособразовательный стандарт, на мой взгляд, в профессиональном образовании, он также должен носить рекомендательный характер, и как только исчезнут вот эти рекомендации по штатности, остепененности, это даст возможность вузу выбирать из тех предложений, которые на рынке, то оптимальное, которое там синергии в рамках, да, повысит качество выпускников, определит более адекватную модель специалиста, которого можно выпустить на рынок в регионе или там целой Российской Федерации, вот эти предложения, они вот исходят от меня и от других коллег, их нужно обронить и по большому счету, но кому направить, ну направить в союз ректоров, в ассоциации там каких-то вузов, там государственных, негосударственных, где находится руководство вузов, пусть они посмотрят, с чем-то согласятся, с чем-то нет, но они отправят своим проректорам, проректора отправят там другим специалистам, чтобы проработать этот вопрос, и в этом плане в заключении вот этого своего пассажа мы должны в рамках нашего профессионального сообщества изучать и рекомендовать реальный практический опыт тех вузов, тех преподавателей, которые достигли иной, более высшей ступени понимания применения вот этих технологий. Вот если Лобачев достиг через 20 лет нового понимания, а это был метод проб и ошибок, ударяясь лобом, так сказать, пять стенок, да, то этот опыт значим, и его нужно рассматривать, и его нужно изучать, к нему приезжать, смотреть, и у себя потом внедрять, иначе, так сказать, наши вузы или наши преподаватели, они теряют конкурентную привлекательность, это все как бы очень просто и понятно, я за рекомендации, которые исходят от профессионального сообщества, я за их какое-то обрамление поскольку в этом вижу функцию нашего профессионального сообщества. Спасибо, Василий Иванович, у нас присутствуют новые участники, которые могли бы взять слово, у нас остается 13 минут, я вижу знакомые фамилии, и я так понимаю, что предложение обращаться в Госдуму, вносить какие-то изменения, как бы вот опасаемся мы, нету такого желания. Ну что ж, одна из функций рынка или регулирования рынка, я могу точно вспомнить это, классика управления, является информирование, информационная функция рынка есть такая, когда разная информация распространяется и воспринимается сообществом, потребителями, и если мы действительно будем говорить о передовых практиках, как Василий Иванович сейчас заметил, о неких портфолио преподавателей в сфере онлайн обучения, это тоже институциональная функция, информационная, а информация мы знаем, стоит иногда дороже денег, что касается опасений или прогноза о государствлении, о вторке, о которой говорилось вначале, о том, что будет рынок регулироваться, сужаться, несмотря на многомиллиардное финансирование, результат будет низкий, как бы мы побаиваемся, вот, Илья Александрович, мы побаиваемся лезть, портить отношения, хорошо, не будем портить отношения, значит, значит, сделаем то, что остается в нашей воле, это, о чем говорилось, и стандарты качества, и практики, конференции, лучшие технологии, вот это, может быть, тоже является той силой, которая постепенно будет способствовать развитию дистанционных образовательных технологий, дистанционного электронного обучения в нашей стране и у наших соседей. Напомню, что у нас сегодня присутствует начальник отдела электронного образования Центра внедрения электронного обучения из Республики Узбекистан, это министерская структура, подлаз на министерскую, и он тоже многое ценного сказал, Илья Александрович, хорошо представил свои доклады, и могу отметить, что в чате Михаил Корытный, тем не менее, предлагает выходить на экспертный совет Госдумы, я не знаю, кем он работает, вот честно, не знаю, но человек от всей души предлагает нам контактировать, видимо, там, вот мне кажется, они хоть там все умные и при своих интересах, все равно они готовы идти с нами на контакт, если как Василий Иванович говорит, он правильно обрамлен, сформулирован, например, одно и то же требование, там, устранить вот это, устранить это, можно написать по-другому, как рассмотреть возможность корректировки, или рассмотреть возможность совершенствования, качества, и так далее, то есть, обрамить, более мягко сказать, чтобы не создавать угрозы, как боится Александрович, я согласен, не надо нам портить отношения ни с кем, я не сторонник, и никто не сторонник, щенников, почетный доктор, так, да, спасибо, вот тут я в чате могу, я не знаю, все видят ли в чат, Сергей Александрович передает через Михаила Корытного, он слушает наш, вот, было бы хорошо, если бы Сергей Александрович принял участие здесь, в нашем, нашем мероприятии, кстати, у нас будет еще круглый стол, следите за нашими объявлениями, дорогие коллеги, но в целом, вот, мое ощущение, что мы выходим все-таки на хорошее взаимодействие, мы впервые из Фейсбука начинаем выходить, вот это вот отрывочное, быстрое, непонятное, нечеловеченное общение, оно плохое там, мы сейчас начинаем выходить на круглые столы, и мы видим, как понимаем друг друга, я понял озабоченность Илья Александровича, мы с ним очень много общались до этого, я понял его доклад, он поначалу казался таким эклектичным, и то еще, он выражает свое личное, это не научное, а личное восприятие человека с экономическим аспектом, который может иметь колоссальное значение для нашего результата, мне понравилось, коллеги, если кто-то хочет еще что-то добавить от себя, пожалуйста, берите микрофон, мы всем даем такое право, запись нашего мероприятия осуществляется и эфир с помощью компании профи-комф, это компания, партнер нашей конференции, мы можем до 100 человек технически, а в перспективе до 250 одновременно приглашать веб-камеры, представляете, тут целые съезды можно проводить, не считая того, что сейчас в прямом эфире в фейсбуке Владимир Лукашенко делает стриминг, у меня есть помощник, у меня впервые стали появляться помощники, благодаря вам, которые снимают вот эту колоссальную нагрузку с меня, я не успеваю все один, но благодаря вам что-то начинает получаться, давайте включайтесь, да, несколько соображений, вот по информации в чате от Михаила Корытного, что Сергей Александрович Ченников, ему наилучшие пожелания в жизни, мы были в одной команде, которая была присуждена премия правительства Российской Федерации в области образования, так вот он пишет, что деятельность МСИ никакого отношения к модели открытого университета не имела, я хотел бы сказать, что перед тем, как что-то внедрять, и Владимир Павлович Тихомиров, это до, это где-то до 95-го может быть года, до 90, может быть в районе 93-94-го года, он и первый проректор Хорошилов Александр Владимирович, они записали студентами по программе открытого британского университета, будучи в России, приезжая туда, потом представили, что они ректор и первый проректор, им дали возможность ознакомиться от первого пункта до самого последнего, со всей технологией британского открытого университета, где носителем знаний были вот эти учебно-практические пособия, которые так, грубо говоря, слямзены были, вот, и один к одному были разработаны, ну, чуть-чуть адаптированы к нашим условиям, к нашим программам, к нашим каким-то традициям, да, вот, единственное, что мы не могли сделать, а что вы, Сергей Александрович, Щенников, сделали, это, хочу сказать, что Линка и Щенников, он единственный эксклюзивный представитель Британского Открытого Университета на территории России, кстати, вот, там изюминка была в модели Британского Открытого Университета в то время, это проведение тютериалов, где на пару дней собирали в Москве или где-то там вблизи, значит, слушатели и проводили вот такие мозговые штормы. Мы в Месси этого не смогли сделать, и даже не хотели этого сделать, поскольку у нас был упор на то, чтобы создать партнерскую сеть и систему представительств, куда будут приезжать преподаватели эпизодически штатные, да, и либо сертифицированные тьютеры, таких было 13,5 тысяч по всей России, кстати, вот, которые могли бы проводить вот эти семинары, обсуждения там, где-то, но в рамках представительств. Но когда представительство ликвидировали, но и ликвидировалась эта модель, которая была в качестве стока от британского открытого университета. Вот, я привел данные, что 305 там учебных центров во всех графствах, да, Великобритании и там в 50 странах, сейчас их практически нету, хотел бы сказать, поскольку британский открытый университет, это, он превратился в виртуальный университет, когда все коммуникации уже идут не через реальные, а точка-точка, да, вуз студент или преподаватель студент, и неважно, в каком графстве он находится, и вы можете сейчас выйти туда, записаться, оплатить и проходить курс британского открытого университета. Поэтому они ушли на другой технологический уровень, а вот, мы тоже уходим на этот уровень, но по большому счету, у нас меньше достижений, нежели там. Спасибо. Спасибо, Василий Иванович. Видите, как правда находит свое решение. Ну, не то, что правда, мы тут не ищем ни обманщик, мы просто собираем информацию так, как она должна быть совместно, так, как было. Теперь поступило два вопроса от Андреева Александра Александровича, где текст Ильи Александровича Купермана, ведь обещал же, наверное, готовит. Ну, видимо, этот вопрос времени. Второй вопрос аналогичный был от Игоря Морьева, что надо готовить текст конференции для общего пользования. Ну, пожалуйста, Игорь Морьев, вы хотите оказать содействие, садитесь, пишите стенограмму. Я, например, у меня сейчас столько задач, что я не успеваю это сделать, чтобы переписывать наше видео в текст. Надеюсь, вы не обидитесь. Так, тут какая-то еще переписка. Михаил Корытный продолжает говорить, что можно обращаться и к Смолину и вносить в экспертный совет предложения. И как раз план работы сейчас формируется. То есть, мы вовремя собрались, коллеги, и вовремя Василий Иванович ставит этот вопрос. Да, он для нас страшный, мы боимся испортить отношения, вдруг нас там Рособорнадзор где-то прищемит, но если всего бояться, мы же не собираемся ругаться или там назвать кого-то дураками. Мы собираемся интеллигентно и конструктивно ставить то, что разрешено законодательством, выходить с обращениями. Любой гражданин имеет обращаться к любому своему депутату. И тот как-то будет реагировать, давайте пробовать. Как раз план совета формируется, поэтому я поддерживаю инициативу Василия Ивановича писать такие обращения из резолюции нашего собрания. Как вы считаете, Василий Иванович, так будем в Госдуму писать что-то? Ну, то, что там не один совет, там их где-то пять, шесть, один из советов по информационным технологиям возглавлял, не знаю, сейчас возглавляет или нет, Тихомиров Владимир Павлович. Я, вот моя позиция, писать необходимо, достаточно аргументированно, и если необходимо, вплоть до по каждой статье закон или по каждому нормативному акту министерства, но направлять, вот в моем понимании, это нужно Смолином, первому зампредседателю комитета Госдумы по образованию, который, вне всякого сомнения, является нашим сторонником, инициатором многих вещей, которых нет Российской Федерации, мы этим шансом воспользуемся. Какому совету он отдаст право рассмотреть, одному, либо второму, либо третьему, ну пусть они там сами принимают решение. Главное, чтобы была бы открытая, вернее, обратная связь, да, мы с вами выступали на заседаниях межрегиональной, помните, рабочей группы по открытому. Больше нас не приглашали, почему-то не знаю. А там больше никого не приглашают, так что я не обижаюсь. Вот в аналитическом центре при правительстве Российской Федерации тоже никакой обратной связи, непонятно, до чего, как. Но если нас каким-то образом пригласят на заседание какого-то совета, мы, конечно, воспользуемся этим правом, но я всегда и председателем совета, и вот этим большим, так сказать, людям, большими должностями всегда ставлю вопрос, а что вы закрываетесь? Вы транслируете заседание вашего совета, вот, фиксируете в форумах вопросы, ответы, предложения, чтобы они не исчезли, да, вот, а то здесь, как недавно, там опять очередной, там, форсает пароход, там, у Пескова, оси, да, закрылись где-то в подвале, без окон, из дверей, так сказать, как в бункере, да, никто не знает, о чем и как, вот они нам штурмуют, да, вот, только лишь можно по прессе, в меру понимания журналистов, понять, что обсуждали, какие решения, а вот так, чтобы взять и транслировать, и зафиксировать, ну, разве это не прекрасно? И если совет, в моем понимании, совет Государственной Думы, экспертной, где Щеников Сергей Александрович, либо Тихомир Владимирович, не транслирует открыто в сети интернет для заинтересованного профессионального сообщества, то такой совет, вот для меня, он не существует, не существует, я туда вообще даже не пойду. Ну, вот еще одно предложение, может быть, для разминки, я вот уже в наше время закончилось, предложить Смолину с нами встретиться в рамках неофициального экспертного совета и дать пример остальным депутатам и советам, вот, пожалуйста, как действует современный депутат, открыто. Спасибо, Василий Иванович, спасибо, уважаемые коллеги, если, я всех благодарю, если кому-то что-то не сказал, договорить, кто-то хочет что-то еще дополнить, пожалуйста, можете это сделать. Мои вопросы уже точно закончились. Василий Иванович, спасибо вам, коллеги, спасибо, запись эта будет в двух местах, мы по материалам этого мероприятия сделаем небольшой дайджест, спасибо, Игорь, за то, что вы оцениваете наше мероприятие полезным, спасибо Михаилу, видите, глаза в глаза, как-то начинает лучше понимание. Мы сделаем небольшой дайджест, потому что смотреть это все не очень удобно, ну, кто мы, я и сделаю, если кто мне поможет, пожалуйста, подключайтесь, я сяду в Камтазе, буду делать нарезочку, так как я это понимаю. И моя личная, мое личное отношение, то, что институциональное объединение нашего сообщества необходимо, я это почувствовал. Да, есть разные опасения, нужно ли там нарываться на неприятности, не нужно, не будет, но развиваться, двигаться вместе, в том числе и возможно на международном уровне, вот у нас Узбекистан, Израиль, Украина, Казахстан, Азербайджан, получили приглашение, хотели, но не успели подготовить, из Министерства образования Республики Азербайджан, то есть еще подключать наш вопрос сообщества и международные секции, интернациональное сообщество, видимо должно быть, спасибо еще раз, с Дайдестом выходите на меня, Игорь, спасибо, давайте обсудим, запись уже будет в Фейсбуке, свободно, у нас нет ограничений, плюс еще у меня запись идет, ну-ка посмотрю, а тут, почему, а тут закончилась запись, через два часа, ну ничего страшного, в Фейсбуке запись идет, так что спасибо вам, до свидания, дорогие друзья.